Ну вот, это проба. Это остатки моего новогоднего стола. А вот то оборудование абсолютно экспромтное, я сегодня даже и не планировал, просто с утра вдруг мне пришла такая идея. Это ноутбук и еще один смартфон, на котором я предполагаю видеть. То, что я буду показывать. Вот здесь, по идее, на этом ноутбуке у меня должна бы начаться эта самая трансляция. Не знаю, посмотрим. Но он меня меньше волнует. Сейчас посмотрим, обновится. Короче говоря, все это проба. Если кто-то смотрит, проявите терпение. А да, вот идет прямая трансляция, вижу. Что-то тут есть. Надеюсь, будет. Ладно. Значит, это вот импровизированный штатив, на который я вот сейчас вот сюда положу телефон, который будет снимать вот то, что внизу. Это моя подруга-коровка, которая мне всегда помогает. А вот второй ноутбук, на котором есть фотография и есть большой экран, на котором есть детали этой фотографии. Вот они. Вот они. Собственно, так, и сейчас я попробую. Сегодняшний день это сплошные эксперименты. Поэтому наберитесь терпения. Итак, я попробую включить камеру фронтальную. Включается. Отлично. Значит, можно по ходу и включать. Сразу я тут посмотрю, что он у меня показывает. Поэтому наберитесь терпения. А, ну вот, все нормально. Показывает, да. Отлично. Включается. Отлично. Значит, можно... Он мне мешает. Как бы его теперь выключить-то? Видите, вот он сам себя показывает. Так, надо мне его отключить. 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 Вот так. Чтобы он мне не мешал. Дальше. Ну что, начинаем. Я сейчас отключаю. Я смотрю сюда. И как я вижу, там все правильно. И попробуем рисовать. Что будем рисовать? Я расскажу по ходу. Так, снова я нажимаю на кнопочку, которая будет показывать камеру нормальную. Вот, отлично. То есть, это все происходит сразу. Ну и теперь будем... Вот этот штативчик. Вот сюда я сейчас кладу мой телефон. Вот так вот, да. Это мои карандашики, которые я с собой ношу. Ну, я ими практически рисовать не буду. А вот картинка. А вот. А вот картинка. Эту картинку я начинал... Так, надо бы как чуть-чуть наклонить. Так, наверное, да? Ага. Вот. Конечно, когда я буду проводить свои более серьезные уроки, я все это, свое оборудование сделаю более стационарным. Тем более, что у меня в первый день Нового года произошел казус и сломался главный большой стационарный компьютер. Остались только вот эти вот ноутбуки, смартфоны. Короче, и так, у меня есть вот эта картинка. Я ее начинал делать летом на пленэре, на улице. Это переулок кооперативный, так называемый у нас в Иркутске. А вот. Но с лета у меня остались вот эти вот фотографии. Это, это, еще несколько есть. Но я выбрал вот эти вот. Хотя это не тот совсем вид, который я начинал, но, может быть, это и к лучшему. Вообще, все это рисование, с фотографией, так сказать, как сейчас будет происходить, противоречит моим принципам. Но для пробы, для обучения и для эксперимента, конечно же, надо делать это все дома, на улице. Такие вещи показывать будет сложно. Что я собираюсь делать? Я собираюсь просто сегодня, вот в качестве эксперимента, дорисовать вот эту картинку. Левую ее часть. Ну и все равно будет что-то по ходу рассказано. Итак, у нас есть вот эта картинка. И есть вот карандаш, да. Вообще, я использую очень много всяких инструментов. В данном случае, вот этот карандаш. Сразу про инструменты. Вот этот карандашик я обнаружил в магазине. И я никогда раньше не догадывался о таком качестве некоторых. Некоторых, обращая внимание, и вы, когда будете покупать себе вот подобные карандаши с тонким 0,5 миллиметра, этим самым стержнем, обращайте внимание, есть некоторые карандаши, которые очень удобные. Вот, в частности, вот этот. Они, кстати, достаточно недорогие. Что-то порядка чуть ли не 35 рублей стоит, в то время как есть вообще там в 10 раз дороже. В чем его интересное качество? Сейчас я его продемонстрирую. У него, ну, вы видите, вот эта вот кнопочка, которая выдвигает стержень, да. Мы его назад можем задвигать. Это есть у всех. Но не у всех есть вот такой вот кончик, видите, он пружинистый, да. И у него есть интересное качество. Когда мы его туда нажимаем, он автоматически, помимо вот этой кнопочки, выдвигает этот стержень. Что это нам дает? Смотрите. Вот стержень спрятан. То есть, вот мы рисовали, рисовали, рисовали и изрисовали вот этот миллиметр вот этого стержня. Но если, ну, вот будем считать, что вот изрисовали, да, вот он изрисовался. Но оказывается, это я совсем недавно понял, совсем не обязательно менять хват, там, как-то нажимать. Можно продолжать рисовать. Вот какое интересное качество. Смотрите. Дело в том, что за счет того, что вот этот вот пружинистый пластмассовый кончик вдавливается внутрь, вот, он автоматически выдвигает на нужное, короче говоря, этим карандашом можно рисовать, не тыкая вот эту кнопку. Я-то раньше в старых моделях, там что надо было, вот так вот рисуешь, да, рисуешь, рисуешь. Он при этом все время ломался, да, помните? Все время ломался. И если его чуть-чуть подбольше выдвинуть, да, он сразу раз и ломается. Сейчас за счет вот этого вот такого вот рационализаторства этого совершенно нету. Мы можем просто рисовать. Ну, конечно, не совсем это удобно, не совсем это привычно, не совсем это срабатывает. Но вот есть такое качество. По крайней мере, оно улучшает и ускоряет нам работу. А это для меня лично очень важно, потому что, когда я что-то рисую, мне некогда тратить времени. Я работаю на экспромте, как вот, знаете, как джаз все равно, когда играешь-то, там некогда думать о том, какую кнопку нажимать. Надо все время работать, работать и работать, да. Ну, вот, я рассказал про карандашик и, думаю, для первого урока такого интересного совета достаточно. Открываем нашу картинку, недорисованную летом, и попробуем ее рисовать, глядя на экран, который у меня слева. Это не совсем удобно, но, может быть, и не надо. Я же ведь не собираюсь срисовывать. Сразу скажу про недостатки вот этой работы. Да, я люблю, кстати говоря, критиковать. Что-то там пикает, значит, у меня что-то там появилось. А, ну, пока вопросов я не вижу, а вы, в принципе, в комментариях можете задавать даже вопросы. Я их здесь на экране вижу у себя. Если вот, может быть, попробуем интерактив такой организовать, если кто смотрит. Я вот смотрю, что видит Татьяна Паладина и видит Брайан Тврайт, да, смотрит. Пока что двое у меня видят. Ну, вот, Татьяна, вы же по-русски говорите, можете мне тут написать, задать вопрос. А Брайан, я не знаю, говорит по-русски или не говорит. Наверное, ему скучно слушать. Ладно. Итак, про мою работу. Сразу вот я ее летом рисовал, открыл, посмотрел и вижу в ней недостатки определенные. Это мой стандартный, моя болезнь. Видите, какая перспектива? Очень острая. Она, в принципе, возможна. Вот такая перспектива. Я сейчас ее попробую вот здесь изобразить, да, то есть что происходит. Вот это здание, ну, вот это прямоугольник, да. Вообще, вот эта вот такая перспектива, вот такая, видите, так, 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 она как бы не соответствует классической, да. Ну, классическую перспективу мы же все знаем, она же должна была бы строиться вот так, то есть вот точка, сюда, 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 сюда. Но это чертеж. Я все время говорю, что рисование художника – это не чертеж чертежника. И очень многие ошибаются, когда пытаются чертежные приемы, вот подобные, например, перспективы, которые они изучают в школе, да, в том числе и в художественной школе, они ее переносят на рисунок художника. Нет, нет, нет. Товарищи дорогие, мы смотрим совершенно иначе. Наши глаза – это не чертежный инструмент. Поэтому вот такая вот перспектива, вот, вот она, вот то, что вот здесь, собственно, у меня была попытка сделать, да, она более естественна. Я потом, когда буду когда-нибудь говорить о перспективе, а вообще о рисунке, я объясню. У меня есть аргументы, почему именно так. И вертикальная перспектива появляется в чертеже, вертикальной перспективы нет практически. Ну, нету, да, если ее специально чертить. А в рисунке художника есть вот это вот, вернее, не в рисунке художника, а в нашем восприятии этого мира есть вот перспектива, она не прямолинейная. Ну, вот, вы, наверное, знаете, что наш мир, мир не такой плоский, как вот здесь вот, а наш мир более сложный. Это там еще геометрия Лобачевского, да, к этому пришла, что он не на плоскость проецировал свое видение, да, и элементы трехмерного мира, а он проецировал на шар. И это ближе к нашему восприятию. Ну, ладно, я, видите, я удаляюсь от рисования, но так или иначе, вот, я пытаюсь объяснить, почему у меня вот в этом рисунке, и, кстати, обратите внимание, как много сразу мыслей возникает и объяснений возникает при простом-простом рисунке. Вот, казалось бы, вот она сюда должна прийти, а эта ушла сюда, да, ну, это сюда, 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 в общем-то, я здесь даже и не наврал, оказывается. И тем не менее, и тем не менее, у меня прослеживается именно перспективность вот такая, вот такая, и она у меня постоянно так рисуется. И часто я это гипертрофирую, вот как в данном случае. То есть, по-хорошему бы, по-хорошему бы, кто-то мне звонит, надо слушать, вот, и по-хорошему бы, надо эту перспективу делать вот так вот, вот так, да, вот, вот она сюда, значит, эта должна была бы прийти сюда, вот, да. Это была бы правильная перспектива, но это был бы чертеж. Я это делаю вот по такому принципу, по которому я это, я так чувствую, и я могу это даже математически доказать, почему именно такая в данном случае должна быть перспектива в этом рисунке. Вот такие интересные наблюдения. Вот смотрите, я все время буду, какая неудачная резинка у меня здесь сейчас попалась, ну ладно, она больше пачкает, чем, черт побери, не было под рукой нормальной резинки, ну ладно. Вот, значит, что мы имеем, все время буду, все время, когда я буду вести какие-то занятия, уроки, я буду говорить о том, что и простая вот прямая линия, в ее сочетании с другой прямой линией, дает массу нам тем для рассуждений. Вот недостаток, да, недостаток прямого эфира, что звонки на этот смартфон, они сюда проходят, и мне приходится их отключать. Делаем вывод, что во время прямого эфира надо выключать телефон. Вот, теперь, значит, человек, который мне звонит, наверное, на меня обидится. Ладно, рисуем дальше, рисуем. Итак, у нас здесь нарисовано, здесь не нарисовано. Почему я так сделал, я, честно говоря, не помню. Может быть, скорее всего, меня вот эта часть не очень интересовала. Здесь у нас стоит красивейшее здание в Иркутске, это вот улица Жляба, вот это вот у нас. А здесь стоит дворец Купца Второго, если я не ошибаюсь, то есть дворец Пионеров. Я сейчас объясню, почему здесь пусто. Потому что вот акцент, здесь тень, здесь все интересно, я это сделал, да, практически здесь все нарисовал, согласно тем картинкам, которые у меня есть, вернее, того, что я видел, и согласно тому, что сейчас передо мной. Но здесь я побоялся рисовать, наверное, или отложил, или вообще решил не рисовать, потому что я не знаю, как сейчас здесь рисовать. Или это должна быть проработанная какая-то архитектура, или это должна быть очень, как это сказать-то, слово не могу подобрать. Ну, есть линейная точная графика, да, а есть такая размытая. Вот в акварели это была бы размытая, потому что здесь уже много деталей. Ведь смысл рисунка в каком-то равновесии, да. Вот здесь уже этих деталей проработка уже есть. Если я сейчас сюда начну рисовать такие же детали, а их там очень много в том домике, как вы увидите, да, то они начнут спорить с этим. И я не знаю, тут сразу начинаешь думать об этой мелодии. То ли вот этими деталями, которые я здесь начну рисовать, начать диалог и дуэт вот с этими деталями, то ли подчинить их, вот то, что будет здесь, подчинить вот этому, то ли наоборот, усложнить здесь, и тогда вот эта часть будет подчиненная вот этой. Я, конечно, когда рисую, я так не рассуждаю. Это у меня автоматом проносится в моей, как бы, голове. Сейчас я это пытаюсь вербализировать, то есть озвучить, сформулировать. Ну, такое есть, да. Итак, у нас здесь дерево, а у нас здесь очень интересный дом, старинный, да. И я пока не знаю, как его рисовать. Поэтому, не зная, как рисовать, я буду рисовать, как мне подсказывает моя рука. Я там вижу, значит, вот в перспективу эту же самую уходящую вот эти наши знаменитые ограды иркутские. Здесь стоят машины. Ай, как. Вообще резинка, конечно, это плохо. Давайте сразу на этом согласимся. Это использование ластика, это слабость, наверное, художника. Хотя, с другой стороны, ластик можно использовать там от машины, машины. Иркут заполонен машинами. Сразу, я буду, наверное, сколько я не буду рассказывать всегда, я буду все время говорить. Ребята, дорогие, обратите внимание, что я рисую специально небрежно. Ну, не сказать, что это небрежно. Нет, наверное, это не то слово. Но я рисую, не прорисовывая. Я, конечно, могу начертить эту машинку, могу ее нарисовать, я могу нарисовать все детали дома. Но я, когда делаю рисунок, у меня другие принципы. Неудачно крыша совпала вот с этой линией, видите, да? А тут кустик какой-то растет. А я не знаю, нужен ли этот кустик. Может быть, не нужен, потому что он будет непонятен ненужным пятном. Вот. Здесь остатки какого-то современного здания. Вот. Примитивного, убогого. Я всегда... Вот вы потом посмотрите на фотографии, я приложу, да, откуда я рисую. Меня всегда поражает вообще, насколько надо быть убогим архитектором, чтобы рядом с той красотой, которая вот здесь, построить вот этот примитив. Вот. Ну, убогие архитекторы, ладно, их много выпускают, не знают, куда девать. А вот убогие главные архитекторы, которые являются главным архитектором города и которые подписывают вот эту вот штуку, то вот тут меня уже как раз смущает так. То есть архитекторы, которые проектируют, ну, им дали и проектируют. Что есть у нас, как говорил Сталин, у нас для вас других писателей нет, да, так и в Иркутске. У нас для вас других архитекторов нет. Что умеют, то и проектируют. Вернее, как не умеют, так и проектируют. Ну, там вот за этим домом стоит здание, домик такой простенький, да. Это здание, если я не ошибаюсь, суда какое-то, ну, по крайней мере, какой-то юстиции. Там вроде бы три этажа, хотя я всегда говорю, что я эти этажи не всегда просчитываю. Нижний этаж, он как бы немножечко подкрашенный, да. Сейчас я вот, все вот эти линии, все эти пятна, они у меня вот здесь вот, а там тень. Там тень, 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 там деревья какие-то растут. Вот эти окошечки, да, здесь. Их, конечно, не надо рисовать жирно. Их, скорее, даже надо вот так вот растереть, да. Я этот прием иногда использую, хотя, наверное, он не очень органичный. А дерево, между прочим, как я вижу сейчас на фотографии, оно достаточно мощное по массам. Деревья вообще, мы часто рисуем какими-то вот, оно же нам кажется воздушное, да, поскольку у него листочки там. Нам кажется, что дерево – это природа, и поэтому оно как бы растворяется в этом самом... Ой, вижу, от кого-то вопрос пришел. Елена Гаврилович, это вы хорошо придумали успехов. А, нет, это не вопрос. Ну, елки-палки, вы спрашивайте что-нибудь, я же смогу еще и отвечать. Вот. Дерево очень мощное, темное. Оно, вот, если вы посмотрите на фотографии, оно почти черное. Оно по тону мощнее. Тут у меня были нарисованы человечки. Значит, значит, видите, я боюсь здесь рисовать. Здесь сложная какая-то вещь. Я пока не знаю, как ее рисовать. И поэтому я, видите, к ней только подбираюсь. Я вот, когда рисую вот это вокруг, я как бы в то же время, глядя сюда, думаю, что же здесь у меня будет. То есть, это не просто так, что я боюсь, да, а просто я нарабатываю. Я, может быть, потом буду показывать другие свои работы и уроки, которые буду называть от пятна, да. От того, что ты создал, можно работать. Вот в данном случае я вот от этого пятна работаю. А сюда я не знаю, что. Вполне, кстати. Это же экспромт. Вполне возможно, что и не получится. Ну, ладно. Сразу про трансляции. Я первую трансляцию начинал. Вот есть два пути рисования этого домика, который здесь слева. Я его еще раз покажу сейчас. Вот он. Это такая сложная-сложная. Многоорнаментальная архитектура, где много-много деталей. Либо это все-таки к этому подходить как чертежник, либо подходить к этому как художник. И поэтому я беру на себя сейчас, так сказать, командирское, принимая решение, и буду рисовать его. Я эту бумажку подкладываю, чтобы все-таки не пачкать. Вот. Буду его рисовать нахально. Не буду вырисовывать. Не из-за лени, поверьте. А просто мне надо здесь нарисовать его не дом, а его, условно говоря, образ. Вот, скорее всего, так. Не знаю. Кстати говоря, он там повыше выглядит. Ну, тут вот есть недостаточки. Поэтому я сейчас вот его вот так вот наметил. И, может быть, этого достаточно. Орнамент – это такая хитрая штука, что ее либо надо прорисовывать очень досконально, да, либо к этому относиться как к вязи такой, к игре. Вот, собственно, что я сейчас и делаю. Я сейчас не считаю. Обратите внимание. Я только так вот взглядом взглянул туда, посмотрел примерно что, и не считая, сколько вот этих вот там завитушек, я их нарисовал. Я вот сюда взглянул, я видел, что это какой-то шпиль, и я не стал его высматривать. Хотя там, наверное, ну, вернее, не наверное, а безусловно, есть своя система. Вот. Я пока не знаю. Видите, я пошел немножко по другому пути. Вот по такому, по размытому, то, о чем я говорил. И тем не менее, все равно надо соблюдать образность этой вещи, и поэтому она будет у меня, она будет у меня. Вот таким вот образом. Ну, ладно, я, наверное, сегодня много говорю. Ну, а то, что она ушла туда за край этого, и вообще, может быть, этот дом надо было бы поднять повыше. Он, 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 да нет, он примерно по масштабу такой же, как сейчас. Может, чуть-чуть побольше надо, не надо поднимать, не знаю. Ну, попробую поднять вот так вот его повыше, туда повыше, повыше, повыше. Значит, этот шпиль поднимется туда. Этот уйдет вообще, как бы, за край листа. Не знаю, это не обязательно недостаток композиции, потому что, ну, не все должно быть вписано, опять же, геометрически правильно в прямоугольник вот этой картинной плоскости. Там какая-то труба торчит. Вот. Здесь этот орнамент, да. Здесь вот такие достаточно мощные, понятные, видные арки. Вот они, да. Начал спорить, вот это то ли автомобиль, ну, да, это автомобиль. Вот. Значит, мы его делаем так темнее. И начинается сейчас главное, как бы, вот, начинается поиск по пятнам. Где темнее, где светлее. Мне уже без разницы, в общем-то, что я нарисовал, и какой это город, и какой это дом, да. Мне сейчас важно распределение пятен. Вот здесь есть мощное справа пятно, да. Здесь есть светлое, это, видимо, все-таки солнечная, так сказать, часть. Видимо, солнце идет отсюда, я так думаю, поэтому мы вот это сейчас затемним, да. Вот это вот все затемним. И, хотя я не живописец, который четко обязан солнечные, все эти дела просчитывать и прорисовывать. И тем не менее, вот в этом графическом варианте, вот, вот появились, да, как бы, вот пятна солнца, скажем так, да. Правда, здесь у нас тоже стоят машины. Вообще, рисовать очень много машин приходится вот таких вот, каких-то они тут стоят. Они все время отвлекают внимание. Ну, тем не менее, ну, тем не менее, это же наша городская реальность, да. Вот, пусть она здесь как бы стоит. Такая, точнее, даже это не машина, это ее призрак. Призрак машины, вот так вот, да. Вот. И если здесь солнечный свет, значит, там еще темнее должна быть. Что-то там кто-то спросил? Нет, не спросил. Ладно. Еще раз говорю, мы сейчас эксперимент проводим, поэтому можете задавать вопросы, мне это было бы даже интересно. Хотя, как я вижу, вопросов нет, но я рискую вопросы, правда, пропускать, потому что, ну, некогда смотреть на экраны, рисовать и все вместе, хотя можно приспособиться. Ну, вот, да, вот, смотрите, я сейчас затемнил вот эту часть, она такая, действительно, вот, вот, это начинает вот как бы вот дуэтом с этим. Там у нас небо, в небе, наверное, могут появиться, ну, ладно, пока про небо рано еще говорить, давайте-ка мы здесь разберемся вот с этой вот штукой. Вот. Одно понятно, что вот это здание старое девятнадцатого века, да, оно богатейшее по орнаменталистике, да, красивейшее. Эх, жили люди в таких домах, да, кто-то. Ну, по тем временам это олигарх какой-то. Если не ошибаюсь, купец Шторов там называется, да, дом. Могу ошибиться, ой, зря я, наверное, говорю, потом навру, стыдно будет и мне, и, вот, вообще. Ну, простите меня, иркутяне, я все-таки не иркутянин, и поэтому не так точно-то хорошо знаю вот иркутскую историю. Даже более того, я не застал уроки по истории иркутской архитектуры, и, в общем-то, которую читал, по-моему, Щербин, да, здесь. Я же приехал в Иркутску позже, на пятый курс практически поступил, и поэтому я упустил вот эти детали. Ну, наверстывал сам как-то так своим интересом, да. Ну, и здесь много читайте в Ирикунову, пишет мне Елена Гаврилович. Елена, дорогая, да, конечно, надо читать. Только когда я, если я сейчас начну читать, понимаете, когда я буду писать? У меня так накоплено много своего, что если я сейчас начну читать, а ведь читать-то нужно не только Ирикунову, нужно читать Платона, Сократа и, начиная всю там, всю мировую литературу, вот. Я бы с удовольствием перечитал бы сейчас еще и всю нашу классику, тоже считаю очень нужным, вот. Вот, поэтому если, это вот, понимаете, читать себе сейчас удовольствие могут позволить те, кто, кому самим-то, в общем-то, сказать, нету потребности или не знают, что. Вот они читают, вычитывают оттуда. Есть у меня один такой френд на Фейсбуке, да, который, ну, просто энциклоп, я его называю, от слова энциклопедия. Ну, действительно, он очень много читает, да, ну, он извергает огромное количество цитат, да, но при этом он, ну, я не знаю, своего-то он ничего не сочиняет. Просто человек погряз в чужом, вот, и есть такая опасность. Хотя, да, я понимаю, я понимаю, что я сейчас говорю, вам сказать, чуть ли не глупости, но, тем не менее, просто чисто физически. Вот сейчас вот я все бросил, да, вот сейчас вот бросил, не пойду я сейчас никуда не на какой-то праздник. Не буду я сегодня вечером готовить работы для конкурса, вот, не буду делать пару-тройку заказов, которые у меня лежат уже, наверное, полгода неосуществленными. А возьмусь читать книги. Черт побери, ну, не могу я себе такого позволить, не могу. Самое главное, что меня в этом, вот, сегодняшнем рисовании, онлайн-рисовании интересует, то опять мне звонят. Ну, что ж такое? Отключаю. Но надо изначально отключать телефон конкретно. То мне не звонят целыми днями, а вот стоит только, вот, значит, что-то начать делать, сразу какие-то звонки раздаются. Ну, наверное, хотели пригласить меня на какой-нибудь корпоратив, да, а я вот сейчас тут большие деньги теряю. Вот здесь вот вляпалось дерево сюда вот, очень неудачно. Все-таки воздух надо бы оставить. И хоть я там говорил про то, что дерево... У меня сегодня неудачная резинка. Так, пойду-ка я схожу, возьму нормальную резинку. Вот эта вот резиночка более удачная. Так. Ну, что? Можно сказать, что этот рисунок почти состоялся? Конечно, по пятнам. Да, вот этот вот примитив, который слева стоит, я его, естественно, и прорисовывать не буду, он и есть примитив. А, ну да, здесь надо все-таки дорисовать больше. Я уже сейчас, вы знаете, даже не гляжу туда. Я просто знаю, что весь тот дом ажурный. Вот. Основу я нарисовал. Так, что-то тут мне пишут. Чтобы знать владельцев домов до революции. Это Елена тут мне пишет. Да, Елена, вот вы сейчас возьмите, загляните и нам подскажите, прав я или не прав. Правильно я назвал хозяина этого дома или неправильно. Вы там сейчас рядом с интернетом, а мне рисовать надо. Вот давайте так вот поделим наши обязанности. Я буду рисовать, а вы будете правильно комментировать. Вот. И вопросы задавайте конкретнее. Мне, честно говоря, сейчас как бы рассуждать-то тут в прямом эфире некогда. Я могу только отвечать на вопросы. Это будет полезно, да? Да, ну здесь, наверное, тень. Вот распределение всех этих теней. Это интересная вещь. Я не знаю. Если, вот мне дерево не нравится сейчас. Мне не нравится дерево, мне не нравится. А может быть, а может быть. Кстати говоря, вот так. Вот. Да, так лучше. Когда оно начинает вот так вот переходить в этот дом. Туда, 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 туда. И, конечно, это все условно. Мне сейчас не нравится, вот как нарисовано вот это пятно. Так даже лучше, да? Остается белым вот это вот место. И вы обращали внимание? Я об этом буду много говорить. В Иркутске, да, собственно, наверное, во всем мире. Все небо затянуто проводами. То есть можно смело вот сейчас вот начать рисовать здесь вот такие вот линии. И мы придадим реалистичность. Вы вспомните, что небо над нами, оно все вот такое в проводах. Потому что я хотел сказать, что вот у меня вот это пятно, оно пустоватое было, да? И надо было бы здесь что-то нарисовать. Но обычно я птичек рисую. Собственно, что значит я рисую? Дело в том, что птички, они все время есть практически, да? И облака есть. Вот. Сейчас я здесь затеняю вот это место, чтобы высветлить вот это вот. Вот так вот. Вот этот кусок. Итак, это у нас арка. Здесь это, здесь это. Здесь вот это можно затушевать. Вот там у нас человечек какой-то идет. Ну и на той стороне улицы тоже нарисуем человечков. Но они будут уже меньше. Головы, как всегда, обычно обращаю внимание, головы у людей, да? Вот в перспективе. Вот если бы я здесь рисовал сейчас человека, да? Вот здесь вот, например. То головы у людей, они все должны, ну, это как бы не такой уж прямо непреложный закон, но тем не менее, все это объясняется. Вот три подряд, это плохо. Видите, они, они там сразу начали, там что, солдаты что ли идут? Нет, конечно. Мы лучше здесь дверь нарисуем. Там же дверь у них. Вот. А там человечки. Двое. Двое это нормально. Трое, это уже все. Больше троих не собираться. И это не политическая установка, а дело в том, что три это максимум. Для цвета, для компании. Там это отдельная философия. Там вот какой-то знак стоит. Ну что, я, наверное, превысил лимит времени. Всем уже, наверное, надоело. Да, вот обратите внимание, так, 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 все нормально, все нормально. Здесь высветлить. Ну и так, этот рисунок я начинал рисовать летом. Закончил сегодня зимой. Не знаю, какую дату ставить, но поставлю все-таки я сегодняшнюю дату. Итак, расписываемся. Беседин. 2018. Нормально. Ну и сегодняшнее число. Четвертое. Ноль первое. Вот так. Ну что, на этом мы сегодня заканчиваем. Эксперимент. Это эксперимент. Если это все кому-то понравилось, и несмотря на то, что так, еще кто-то тут пишет. Нет, никто ничего не пишет, смотрят двое. Ну что, буду перебираться на YouTube. Потому что здесь у меня смотрят двое-трое, а на YouTube у меня подписчиков уже тысячи человек. Но там конкретно подписчики. Поэтому вот если, значит, моим фейсбучным френдам это неинтересно, будем это переносить все-таки на YouTube. Так, Елена, вы пишете, когда то здание... А, ну ладно, пусть это, значит, останется. Второв про... А, Второв, Второв. А я сказал Кторов, да? Это актер был такой, Кторов. Ну, понятно. Ладно, все, я со всеми и так. Сейчас я переключаюсь. Вот что у нас получилось. Я его сфотографирую, потом и приложу. Да? Вот с чего мы рисовали. Вот. Сейчас я переключаю на себя. Ага. Ну вот. Очень неудобно. Смотреть надо, по-моему, вот сюда. Чтобы все думали, что я смотрю на вас. Да? Ну ладно, все, на сегодня хватит. Там за окном у нас великолепная погода. Светит солнышко. Летают голуби. Я на этом заканчиваю. Иду на праздник. По ходу, может быть, тоже там буду кого-то рисовать. И тоже буду, может быть, делиться. Все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...